Значит, здесь у меня уже просто я специально создал небольшой файл для того, чтобы показать вам такую важную вещь, как выравнение. Кто-нибудь здесь знает, такой понятий, как квантизация. Смотрите, да? Дело в том, что в Logic и в GarageBand есть квантизация аудио, то есть не только MIDI, но и возможность аудио трек-квантизировать. Это очень, как бы тоже хорошая вещь, в основном, когда мы не уверены, что мы хорошо сыграли, там, на гитаре, например, и барбану, так есть, ну, без разницы. Вы можете квантизировать их. В GarageBand, конечно, квантизация очень упрощена. В Logic позволяет очень толком все настройки. Вы можете все просить. Видите, у меня здесь есть вот трек, я подготовил, значит, я здесь записывал гитару. Гитаре здесь просто по-новому, и стараться ее записать попривее. Здесь, в принципе, даже видно, что у меня этот кнопок первым не попадает, и так далее. Пошел, поехал. Аудио трек. Видите? С нижней трек. Да. С нижней трек. Да. Вот видите, у меня здесь не совпадает. Сначала ноты, сначала так. Везде, 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 делаю несовпадающими. Вот. И звучит, ну, не очень, конечно, бескосно. Так, надо сказать, что это, наверное, привезло, там, везде. Нечестное. Конечно, живое, но все-таки хотелось бы, чтобы подчистить начало. Есть такая, здесь, ручка, как раз изменение времени. Если ее ставить на маму, то есть вообще начинать пилить, то здесь внизу будет квантизация глубина. То есть можно будет по 16, по 8 или по 4. Вот это делать и включить, насколько сильно это делает. То есть вот сейчас я включил, и у меня он сам высчитывает, и тянет гораздо равнее. Представляете, что гитарь, это четкая ритмичная гитарь. В этом же там лежит звук, есть гитарь, ничего знаете, я хочу более эффектно, я ее могу здесь же, в этом месте, поднять на октаву. Смотрите, вот здесь вот есть. Изменение питча. Важный факт, что это даже с голосом работает. То есть это иногда полезно, когда, если я там что-то типа хип-хоп записываю, что-то слышите, что-то ползете по ритмам, включаете, не константно. Я просто напомню, есть хип-хоп, и вот он поет, и сейчас потом он спасает, где-то на максимуме. Сзади, чтобы все точно в вид пропадал. Он очень хорошо по буквам P, B, он не подсвеживает, и четко так. Представляется, при этом. Алгоритм работает, скажем так, нежно, то есть звук сильно не меняет. Аккуратно именно по атакам, не следает там чуть-чуть. То есть никакой растяжки, такого пичинга там особого нет. И дополнительного эффекта у звука нет. То есть это аккуратно, хороший реально алгоритм, он не делает, молодцы, ребята. Значит, дальше у меня здесь есть еще такая вещь, как астронтизация. Давайте, что расскажу. У меня здесь есть трек, который я прописывал, и он меня тоже сделан на более интересном инструменте, не на держбендовском, он сделан на внешнем АУ, тоже импостер называется в данном случае. И есть такая вещь, как фильтр. Такой фильтр я вам покажу, потому что это, может, что вы знаете, то есть это стандартный диджетский фильтр, low pass, kai-pass, вот я на логике вам покажу. Здесь просто скажу, что для того, чтобы добавить эффекта вау какого-то или убрать там высокий, ну вот сейчас, скажем, здесь фильтр современной электронной музыки представить вообще себе сложно. И здесь, в данном случае, я подрабатываю по носу. То есть вот эта вот линия автоматизации, которую вы видите, вот здесь вот, она сразу показывает движение каждой ручки. То есть, ну не каждая, в данном случае одно, то есть она линия, соответственно, на ручке. Ручек можно двигать, но обременно сразу несколько. И что интересно, то есть вы можете готически там это все изобразить, а на самом деле вы будете даже и видеть. Здесь же можно прописать эстоматизацию. Значит, как ее прописать? Для этого вы должны здесь открыть, опять же, стрелочка в меню, трек автоматизации и выбрать, что именно прописывать. По умолчанию стоит трек-пан и дальше вы должны выбрать ADD автоматизацию. То есть видите, здесь перечислены все параметры плагина. Что немножко неудобно, в лоджике вы можете подвести ручку на плагине на самом, и у вас открытся эта автоматизация. Здесь такого цели нельзя сделать. Здесь нужно знать, какую именно ручку вы хотите подвести. Их автоматизаций может быть несколько. То есть я могу всегда, бывает сейчас, автоматизация, не знаю, например, эхо. Да, вот я хочу, чтобы у меня в конце эхо было побольше. То есть это я не этот плагин сложный беру, а просто эхо обычное, которое у меня стоит, у меня на второй, например, вторую нотку, это было очень-очень мило. Я хочу добавить внимание, что здесь прописаны за дорожки взятые маршрутки, но это было очень-очень мило. Я хочу добавить внимание, что здесь прописаны за дорожки взятые маршрутки, карабан в обычной петли и взятые тарелочки. Также полезно тарелочки расставлять, потому что не необходим элемент динамики, скажем так.